здравствуйте дорогие друзья с вами по-прежнему канал авто плюс и прямом эфире программа попутчик меня зовут андрей леонтьев а вот наш внешний гость студии наш попутчик это александр кабенко хорошо вам известный человек главный редактор журнала автомобили но с александром мы сегодня говорим не в общем и целом так сказать о том как живет журнал какие там проекты да и вообще так сказать за жизнь про кризис как обычно нет мы сегодня говорим о вещи весьма конкретного проекте который журнал автомобилей реализовывал том числе и с нашей поддержкой это конкурс спорт кар года я скажу честно александр в глазах всегда ему это говорю мероприятие всегда это казалось мне несколько сомнительным хотя сам принимал активное участие неоднократно в качестве члена жюри да и действительно пытался искренне совершенно выбирать лучше из того что александр его коллеги скрупулезно собирали по по стране так сказать по дилерам по представительству потому что собрать действительно 20 машин на одной площадке это непросто да андрей странно что тебе оно казалось сомнительным по-моему ты получал достаточное количество удовольствия я организирую потому что все время меня волнует один вопрос почему в стране где всего лишь одна гоночная трасса на европейской части да но сейчас в городе полупостроена вторая еще третье ездит далеко в сибири а вот на этом огромном пространстве где живут 150 миллионов человек и где асфальтированных дорог там ну ограниченное количество измеряется процентами я не все заняты да 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 такое внимание именно к спорткаром я порта требует вот большое количество асфальта хорошего да некой спортивной культуры некого драйва в крови бензина в крови да у граждан не на уровне такого джигитства на светофорах а на уровне там посещение нюрбург ринга там раз в месяц чтобы прокатиться по нордшляфе кружочков 10 вот понимаешь да еще и говорю ты говоришь о таких предельных предельных состояниях людей которые скажем погружены в этот процесс и любят спортивный автомобиль но не надо забывать что людей которые любят спортивные автомобили хотят быть причастным к этому и гораздо больше чем способных такой автомобиль купить способны этому реально научиться и конечно же способны имеющие возможность выехать на этот самый нюрбург ринг потому что когда человек приходит в любой дилерский салон практически любой фирмы он всегда найдет автомобиль на котором написано на шильдике там спорт джетти или или джетти для что-то в этом духе когда он спросит у продавца если во что-нибудь такое зажигательное спортивное наверняка он его подведет какому-нибудь агрегату таком увешанному такой пластиком таким в зависимости от бренда это разные даже и вот как раз вот эта проблема человека который приходит в дилерство и пытается выбрать что-то себе зажигательное и спортивное она решается как мне кажется нашим журналом и нашим проектом спорткар года безусловно саш но я хочу сказать о том что есть все таки некая культура восприятия спортивного автомобиля потому что любой итальянец знает что из фиата 600 аналога нашего так сказать да из которого произошел наш горбатый запорожец вот из фиата 600 может сделать замечательную зажигалку что и доказала компания в 50-х годах сделав из сэссента да одну совершенно нереальную вещь которая просто взрывала абсолютно автодрома европы да нсу из чахотки принц-4l на которые очень почему-то опять же похож на же запорожец ушастый да сделали потрясающий автомобиль нсу тт да который тоже взрывал буквально трибуны автодрома сейчас 60-х годах сейчас новый 500 у него есть совершенно спортивная бойная версия да 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 но в нашем восприятии восприятие большинства наших зрителей дорогие друзья можете звонить нам в прямой эфир и высказывает свою точку зрения на спортивные автомобили вот напоминаем вам что лучший вопрос недели традиционно примируется нашими фирменными часами от телеканал авто плюс так что звоните и редакторы ваши вопросы учитывают запоминают и таким образом в понедельник мы обязательно подведем очередные итоги так вот в восприятии нашем спорткар это что такое где минимум 8 цилиндров где минимум там 400 500 лошадиных сил что-то ценой за 200 тысяч евро и обязательно такое стелющиеся по асфальту и абсолютно не воспринимающие колонезные люки и окурки которые разбросаны по дороге то что об окурок она моментально ломает переднее антикрово ну это поверхностное восприятие да но я уже говорил что у любой компании у любого производителя есть автомобили которые более спортивные чем все гражданские версии там а у таких больших компаний серьезно этих занимающихся как например бмв амг да бмв и мерседес у нее соответствующие автомобили помечаемый литерами м в случае бмв и амг в случае мерседеса в случае с опелем это будет опц да в случае с аудио это будет с да и так далее и тому подобное и во всем этом многообразии мы как журнал и хотим помочь разобраться всем людям которые такие автомобили любят ценят и хотят может быть все таки купить его прежде чем мы перейдем к номинантам название лучшего спортивного автомобиля и пробежимся по ним да и прежде чем естественно мы перейдем к итогам самое интересное да оставим на десерт давай посмотрим опрос которые провели наши корреспонденты в одном из московских картин клубов ну где тоже публика очень продвинутый собирается да в смысле там погонять вот на предмет того каким люди которые собираются вот так вот покататься в выходные видят лучший спортивный автомобиль в россии скажите какой автомобиль вы бы назвали спорткаром года и почему я бы назвала 5500 потому что мне он нравится чисто визуально внешнего облика а также он очень симпатично смотрится на улице города москвы он поднимает настроение и заряжает положительными эмоциями почему считаете что это лучший спортивный автомобиль вы знаете для меня любая машина моего мужа она лучшая спортивная машина на свете я думаю мое мнение mercedes потому что вообще машина очень хорошая правда в надежности может быть она чуть-чуть не так лучше как сейчас но сейчас уже она вышла на более лучший уровень по надежности вот но вообще машинка мне очень нравится mercedes по моему мнению мне кажется что Porsche 911 был бы достойным претендентом на этот титул nissan gtr на европейский рынок концерт nissan обещает выпустить эту марку точнее эту модель 2009 если не ошибаюсь 2010 году почему именно gtr на мой взгляд наиболее сбалансированный сбалансированный автомобиль по трансмиссии интересный мотор и плюс этому автомобилю говорит тот факт что автомобиль тестировался на не безызвестной трассе нюрбург ринг и показал очень достойный результат ну на мой взгляд спорткара это в первую очередь автомобиль который сочетает в себе такие качества как низкий вес короткую базу небольшие габариты достаточно мощный мотор и самое главное хорошую настройку шасси и на мой личный взгляд этого звания в первую очередь достоин рено clio sport новая разработка рено вот по тому что я видел машина неплохо едет на трассе в мечково в россии вот и очень популярна среди гонщиков любителей на трассе нюрбург ринг ноль шлейфа вот едет она круг около 9 минут вот и в общем пилоты хвалят ее за очень высокую стабильность на высокой скорости в пологих поворотах и маленьких шпильках вот поэтому я думаю что если бы я выбирал себе автомобиль такого класса я бы не пожалел 40 тысяч долларов с удовольствием приобрел бы этот автомобиль и ездил бы на нем и каждый день и во всяческие мероприятия с удовольствием во второй очереди я думаю это porsche carrera 4s автомобиль тоже очень достойный хорошо сбалансированный интересный но все-таки это немножечко другой класс вот это не настолько доступный автомобиль и мне кажется чтобы управлять этой машины для нее нужно сначала дорасти по навыкам вот а мне кажется на clio sport на переднем приводе учиться проще и интереснее последний товарищ был очень компетентен да да но чтобы вот снять всяческие вопросы лишние и неправильно мне хочется все-таки рассказать о регламенте да вот вопрос действительно как подбирались автомобили почему вот именно такие не такие ведь на мой взгляд мне кажется что во первых очень тяжело подобрать как бы вот некую ценовую планку вывести да это наверное один из определяющих тоже моментов второй момент есть очень много автомобилей которые имеют несколько вариантов целую линейку моторов и трансмиссии какую из них выбрать тоже тоже вопрос да там хендай купе например да у него два варианта моторов есть вот и третий момент проводили ли вы разницу между бензином и дизелем потому что все-таки дизель сейчас очень активно играет на спортивном рынке именно и благодаря тем же лимановским технологиям который мы видим он стал популярен и среди просто дорожных любителей вот спорт да безусловно самого начала спорткар года как наш конкурс проводится в четвертый раз и мы долго думали естественно концепции о том каким образом мы будем автомобили брать и где их брать безусловно и как оценивать и подход следующий все что производители автомобилей называют спортивными сами мы берем наш конкурс вот они сказали что вот этот автомобиль у него шиликей спорт или какая-то литера неважно он спортивный мы его берем разбиваем мы его все автомобили которые в результате у нас получились на три части в этом году они очень хорошо и красиво разбились по цене но первая группа разбились я так разделили меня меня не было к сожалению сила отсутствие в москве на вот конкурсе да поэтому я так замиранием сердца все живы все целы и при в конце концов никто не пострадал и ничто не пострадал в результате нашего конкурса так вот первая группа это до миллиона рублей вторая группа до двух миллионов и третья свыше двух там два три то есть два с лишним три кому за два да то есть первая группа это такие люди можно сказать начинающие гонщики вторая группа это уже такими миллионеры прекрасный выбор да и уже такие серьезные видимо люди имеющие неограниченные финансовые возможности это то это третья группа каждый год мы берем новый набор автомобилей вот это очень важно не повторяются очень важно прошлогодние победители участники не берутся в следующий год потому что на самом деле вот собрав двадцать один автомобиль в одно и то же время в один день на автодроме в мячиково да это действительно большая работа сделать то что это сумасшедшая работа и логистика конечно то есть вам можно вот перед вами можно снять шляпу перед вашим коллективом потому что это действительно сумасшедший труд я просто понимаю как брать машину на тесты там даже три машины совместить между собой непросто а когда 20 машин и принцип наш был следующий жюри которая выбирает которая ставит оценки по определенным критериям оно состоит из гонщиков профессионалов и будем говорить продвинутых журналистов тех которые имеют некий стаж некий опыт и ну и некий авторитет и тем не менее был принцип следующий машины должны быть в один день в одном месте и все должны их попробовать не когда-то я ездил на ней и помню и поэтому расставлю оценку ну да не в одинаковых условиях одинаковая погода а именно живой автомобиль в одних условиях в один условиях это словно свежее впечатление а дайте пожалуйста нам картины номинантов пока мы машинки у нас будут мелькать тут да мы будем вот свежее живое впечатление это самое главное потому что конечно же у всех возникает вопрос и почему много всяких конкурсов кто-то кому-то вручает автомобили года за что непонятно кто это определяет наш принцип совершенно понятен субъективное мнение экспертов которое объективизируется их количеством и усреднением их оценок все оценки выставляются в двух так сказать группах это первый динамические параметры которых пять ну разгон торможение динамика маневрирование на высокой скорости и статическое эргономическое плюс есть одна оценка которая называется удовольствие от вождения вот один из оценок которая осредняется и в результате получается какой-то средний балл от одного эксперта и потом средний балл по автомобилю от всех экспертов в результате такого нехитрого математического расчета и выявляются победители прекрасно и все же если мы говорим о субъективизме насколько все таки вот субъективизм например такого авторитетного человека как Алексей Васильев который входит в экспертный совет может перевесить мнение журналиста автомобилей не может перевесить мы считаем что все члены жюри имеют так сказать голоса равновзвешенные потому что опять же я повторюсь мы наше тестирование и выбор автомобилей делаем для того чтобы люди будем говорить все люди гонщики не гонщики мужчины женщины с разным достатком с разными навыками приходящие в автосалон и его покупали и поэтому это оценки для них и вот эта осредненная оценка профессионалов можно сказать предельных профессионалов в спортивной езде и пользователей менее искушенных но понимающих в этом тоже она мне кажется и приводит к тому что мы выбираем такого более опять же объективного победителя и объективного лидера нашего теста но хочу еще заметить что выбирая победителя мы говорим не о том что у нас такой вот специальный автомобильный спорт ни в коем случае главная цель на самом деле выявить какие-то характерные особенности каждого экземпляра человеку понравился этот автомобиль вот конкретный Вольво все бы прочитали а чем он на самом деле характерен хорош или может быть Вольво автомобиль который абсолютно у подавляющего большинства просто автолюбителей не ассоциируется с автомобильным спортом в принципе по определению потому что последний раз Вольво видели на трассах британского кузовного чемпионата в начале 90-х годов когда еще сараи ездили так сказать вот 850-е вот после этого Вольво нигде на кольце даже в пельцевых гонках и в ралли особо не засветился вы же берете да машину мы берем машину которая позиционируется производителем как спортивная и там есть шильдик такой Т5 на ней это означает они сами это комментируют что это автомобиль спортивного стиля спортивного духа он может быть не спортивный но в нем есть какие-то нотки нотки этой самой спортивности да но вместе с тем тут же рядом у вас есть автомобиль Subaru например импреза да STI машина которая просто пронизана духом ралли да который просто веет вот этим ореолом побед историческим духом ну я понимаю да он до сих пор даже у 15-летнего пацана на любом там этапе там в Швеции в Финляндии в Великобритании да майка Subaru да там эти звезды который еще так сказать синий фон от сигарет 555 который еще пошел да легенда то продолжается пусть марк это все уже да сдулась а легенда то продолжается да машины немножко другие да но да и вот да не получается ли так что вот этот эффект который харизмой машины сам вызван да он подменяет ее суть потому что на самом деле бывает так если мы возьмем ту же Вольву да например эрку которая к сожалению снятаться производства она местами по спортивной той же Subaru будет но имидж в руку да конечно конечно и вот ты как раз и засветил ту самую проблематику что вот в этом мире он не так просто как кажется чтобы разобраться в какой машине больше этой самой спортивности вот для этого мы и собираем их вместе и ставим их рядом и пробуем в ситуации на на кольце в ситуации которая ну безопасно для того чтобы проделать с ним всякие такие интересные штучки но Вольво ли Subaru ли Mitsubishi это все машины которые на самом деле от года от года меняются и если вы возьмете прежнюю Subaru и стяйку скажем девятую или там восьмую эволюцию да это другие машины сегодня это другие машины у них есть некий шлейф некий имидж но то что с ними происходит сегодня мы как бы и хотим рассказать и результат получается бывает не совсем предсказуем скажи пожалуйста очень важный момент тестируются ли автомобили во время конкурса с включенной электронной системой стабилизации или с отключенной это происходит и так и так все зависит конечно что ты понимаешь может видишь который радикально менять поведение автомобиля в принципе как правило профессионалы пробуют автомобиль в обеих режимах и с включенной и с выключенной и конечно же они об этом говорят и пишут в наших материалах которые мы издаем да я могу сказать что вот сейчас вышел у нас отдельным приложением к журналу который существует вместе с ноябрьским журналом спорткар года где все тесты и все описание автомобиля собрано вот под одну обложечку ну кому интересно да и там есть и текст журналистки который как-то описывает автомобиль есть мнение членов жюри о том о том что какое впечатление они произвели что они почувствовали в чем эта разница да почему была такая стяйка теперь она совсем другая скажи пожалуйста а можно ли вообще сейчас говорить собственно я это заметил еще на прошлом конкурсе спорткар года но как-то так вот я так заметил это все ну не прозвучала эта мысль громко а сейчас я так понимаю даже ты уже ее начинаешь так озвучивать более-менее а собственно спорткары то остались как таковые вот чем проблема когда-то когда колин чепман создавал первый лотус это была машина для того чтобы можно было пять дней в неделю ездить на работу в прачечную в булочную там еще куда-то но два дня в неделю отрываться причем один день там подъем на холм а второй день это кольцо и все на одном и том же автомобиле на одних и тех же колесах так все начиналось когда-то но потом но при этом все-таки пять дней он не испытывал особого комфорта перед абсолютно никакого не то что особого никакого комфорта не испытывал то есть он платил этими пятью днями мучения за эти два дня удовольствия да 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 то он получал потом безусловно но это был спорткар да была другая идеология спорткара которая потом вылилась в тот самый гран туризму да это машина просто с мощным мотором машина которая по определению имела хорошо настроенную подвеску потому что как правило выпускалась производителем который имел большой опыт в автомобильных гонках да но машина которая уже не имела кольцевой идеологии в силу того что была большая тяжелая вот но была рассчитана на очень хорошее ускорение такой боливар который выдержит двоих да 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 и обвинит всех остальных да но сегодня и это тоже класс машин он так очень так вот куда-то перемещается очень растекается расплывается но гран туризма да такой отдельный класс который существует в основном в в разряде дорогих автомобилей у нас совершенно яркий представитель этого семейства будем говорить это был автомобиль мазерати да потрясающий gt автомобиль потрясающий но на кольце gts еще лучше скажу только две недели назад вот отъездил просто чуть-чуть все подкручено и усиленно на 40 сил больше на 40 сил больше и разница в прайсе тоже видимо какая-то более менее существенная да ценой видимо там в рано клеево да замечательный автомобиль но на кольце он как-то ну большой для кольца для мечковского кольца да да для мечковского совершенно понятно что автомобиль потрясающий. Ну вот как? Вот у вас есть маленькая машинка, да, тот же там ОПЦ, да, Корса. Да, Корса. Но с Корсой конкурировали Volkswagen. И у вас есть тут же Volkswagen. Смотри, Корса в своем сегменте. Вот она, да, вот она. И вот рядом с ней и Корса. И человек пересаживается. Она не рядом с ним. Мы же все-таки их разбили, разделили на три части. Смотрите до миллиона. Как раз автомобили, которые предназначены для тех, кто способен за них заплатить, конечно же, эти деньги. И, возможно, на них ездить каждый день и получать это самое удовольствие. Это и ОППЛ Корса, это и тот самый Рено Клио, это и Volkswagen, целых два, которые у нас были. Golf и Polo. Golf и Polo, да. Это у нас была Мини. Совершенно фантастический автомобиль. Это как-то, я думаю, Колин Чепман. Это его, так сказать, правнучки их можно назвать. По поводу Мини у меня такая мысль появилась, что это карт, развернутый наоборот просто. То есть, карт, которую развернули. Очень высокие по оценке получил Мини, несмотря на то, что он модифицируется. Но, в принципе, остается примерно тем же автомобилем, который существует последние пять лет. Но прекрасный автомобиль. Как раз для того, чтобы получать удовольствие и себе его доставлять, и окружающим своим замечательным видом. Поэтому Opel Corso рассматривайте, пожалуйста, в своей категории. Мы не сравниваем и не взвешиваем Corso с Maserati вместе. У Maserati есть Mercedes CLS AMG, у Maserati есть соперникам Jaguar XF, Super Charch, у Maserati есть соперникам Porsche 911 4S. Вот его конкуренты. Конечно, еще кого-то не хватает, безусловно. Но вот в данном случае, в нашем тесте 21 автомобиля, вот были такие конкуренты. А что чувствует эксперт? Вот я, например, помню, что мне было довольно проблематично. Я старался пересаживаться в автомобиле по мере возрастания амбиций, которые покупатель предъявляет к данной конкретной... Вернее так, по поводу возрастания амбиций, которые автомобиль позволяет реализовать. Потому что пересев, например, один раз из Citroёn C4 в BMW купе, у меня как-то раз сразу что-то. И вот понятно, что это настолько разные вещи. И потом обратно прыгать в Saab Cabrio. Понятно, да? Это, конечно же, издержки той ситуации, когда у нас много автомобилей и всего лишь один световой день. Но, с одной стороны, можно было потом как бы доездить, доездив на всех, на чём-то доездить и уточнить свои впечатления. Ну и, со второй стороны, что, Андрей, сказать? Наша профессия такова. Это понятно. Мы профессионалы. И должны как-то вот это всё... Наш зритель из Тверской области спрашивает, а как насчёт Bugatti Veyron? Илья. А, Bugatti Veyron. Илья, замечательный автомобиль. Bugatti Veyron. Мы тут вот в конце нашего издания сделали несколько замечательных картинок, где вот на нём есть Bugatti. Автомобили, которых не было. Которых не было. Вот Bugatti Veyron тоже. Я могу сказать, что от Bugatti Veyron у меня воспоминания остались от того, как у меня быстро кончился в нём бензин. Потому что я понял, что стрелка топливного бака движется вниз с такой же скоростью, как у скорости тахометр. Значит, стрелка тахометра летит вверх. Вот одинаково они раз, так разошлись, и всё. На этом, в общем, песня закончилась, тут же на заправку. Ну, я думаю, что Bugatti Veyron – это не тот автомобиль, который, конечно, рассчитывал. На трек, в принципе. Эта машина не трековая. И на массового покупателя тоже. Ну да, на массового покупателя тоже. Вы всё-таки ориентируетесь на более массового покупателя. Мы ориентируемся на людей, которые в состоянии зайти, прийти в магазин, грубо говоря, в Москве и что-то всё-таки купить, заказать. Скажи, пожалуйста, мнение народное каким-то образом вы изучали, улавливали, или вы абсолютно специально как бы задвинули жалюзи, закрыли, да, задвинули ставни и сказали, вот мы тут здесь вот в барокамере вот в этой, в нашей, подведём итоги и вам их вывалим? Потакание было, грубо говоря, вот читателю, да, зрителю? Нет, нет. Есть круг общения, часть из которых является друзьями, часть является читателями, с которыми происходит обсуждение и уяснение вот концепций, подходов, да, то, что мы делаем, ту обратную связь, которую мы получаем. Но на оценки это никак не влияет, потому что вот мы выбрали всё-таки семь человек в жюри, и мы решили, что это те люди, которые в состоянии выдать совершенно интересные и адекватные оценки. Очень хороший вопрос. Да и сначала послушаем звонок, потому что зритель может издалека звонить и ждать на проводе. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Сергей из Санкт-Петербурга. Очень приятно, Сергей, слушаем вас. Вопросик следующего плана. Во-первых, хорошие слова вашей передаче, одна из дневных передач, которую можно смотреть долго. Спасибо. Вот как мне странно. Вопросик такого плана. Вы обсуждаете гран-туризм, и личный вопрос, я не услышал, Ягуар XR. У меня вопрос такой планы. Относится ли категория гран-туризма или нет? И что это вот за ниша? Что это за машина? Я этим можно прокомментирую. XK? Нет, XKR. XKR. Всё, отвечаю. Однозначно отвечаю. XKR, Ягуар. XKR, да, да. С буквы к шельдикам, да, в латинской буквы R. Отвечаю сразу. Не знаю, Саша, можешь подтвердить, можешь опровергнуть. Если дискуссию устроим, будет хорошо. Конечно, это гран-туризм, несмотря на то, что машина двухместная. Вот безусловно. И размерами, габаритами, компоновкой, поведением на трассе. Мне довелось буквально две недели назад поездить на XKR по трассе по гран-при, по Нюрнбург-рингу. И могу подтвердить, что машина, даже для такой большой, широкой трассы с хорошими прямиками, она всё равно тяжёлая. То есть это вот линейный корабль, который заходит в речку, да, вот ему надо в море быть. Поэтому даже вот выехав уже на Питлайн с трассы, с Нюрнбург-ринга, уже захотелось, наконец-то, сейчас начнётся праздник. Сесть в машину и дальше продолжить путь по автобану М-5 уже туда вот, на юг уже и к морю. И вот этот автобан, вот это и есть его стихия. Вот эта вот дорога вдоль лазурного берега, которая идёт, это и есть его стихия. Кольцевая трасса всё-таки нет. Ну и смотря на два места, это всё-таки гран-туризм. Хотя, мне кажется, гран-туризм должно быть четыре места. Ну, два места для собачки, ты имел в виду. Но он всё-таки двухместный. XK и XKR заряженный, да, он всё-таки двухместный. Ну, как правило, такие автомобили с задней места, они всё равно не очень функциональны. И там могут поместиться в основном только детки. Ну, конечно, в Мазерате, да. В Мазерате, я не знаю, я сижу там, как в этом, я сел. Но это очень большой. Как будто ЗИЛ правительственный залез. Лучше, чем этот самый Ягуар, да. Или там, например, я не знаю, 612-й Феррари, тоже огромный. Но таких автомобилей, кстати, не очень много, именно таких кораблей. Я могу подтвердить, что XKR замечательный автомобиль. Конечно же, он из категории гран-туризма. И на нём замечательно ездить и получать колоссальное удовольствие от управления, потому что это Ягуар нового типа. Вот с него, с XKR, начинаются новые Ягуары, которые я бы назвал Ягуары 21 века. Он был у нас в прошлом году и выступил весьма недурно, хотя не завоевал главного приза. Получил специальный приз как шедевр дизайна. Но это фантастическая машина. Его продолжением Ягуара 21 века, я считаю, четырёхместный Ягуар XF. Вот суперчач, который у нас был в тесте, который всё-таки является спортивным автомобилем. По мотору, по стройкам по мотору, да. И относительно того, как ты себя в нём чувствуешь и что ты с ним можешь сделать в принципе. Но это не автомобиль, конечно же, для кольцевых гонок. Да, да, конечно. Это машина для пожирания пространства. Вот это абсолютно. Да, из точки А в точку Б. Вот не по кругу наматывать вокруг песочницы, а вот это вот туда куда-то, в бесконечность. Да, в бесконечность удовольствия. Ну вот, единственное, что звучок у них, конечно, немножко всё-таки придушенный. Вот я окошко открывал, как рычит, хорошо. Окошко закроешь, сидишь, в викторианская гостиная, камина ещё не хватает. Ну, а если мы вспомним, в прошлом году у нас был Mercedes-Benz CL 6.3MG. Ну, это же вообще такой специальный такой саркофаг, в котором ты ничего не слышишь и никакой внешней среды не существует. Да, и приборы шевелятся, а на самом деле, да, и такую картинку тебе проецируют на экран. При этом ты едешь со скоростью 210 км в час, да, и этого совершенно не уничтожено. Абсолютно. Вопрос очень хороший. Это по поводу Jaguar, Maserati. Вот Jaguar, кстати, совершенно прекрасный. Да, да, вот, кстати, XF, да. Вот, вопрос по поводу, да, вот как раз Maserati, продолжение типа Maserati, Bugatti, Jaguar. Скажите, пожалуйста, почему вы не брали на тест российские автомобили? Ведь у Lada есть спортивное купе. Мы... Нет, подождите, у Lada есть спортивное купе. Я видел эту машину даже сегодня на улице. Вот я тоже мне довел... Это хэтчбэк. У него две двери сбоку и одна дверь сзади. И там написано V16. Ну, не будем скрывать, что пиаром в компании вас занимается наш общий товарищ... Бывший коллега, да. Бывший коллега Рустам Киньязов. Но мы с ним общаемся время от времени, он в курсе нашего мероприятия, но мы не получили предложение взять на тест эту машину. К сожалению, если бы он вдруг сказал, у меня есть машинка, ее возьмите, даже без пожалуйста, мы бы с удовольствием взяли и сказали спасибо. У нас на Калина спорт есть, кстати говоря. Ну, я чувствую угрызение совести, Андрей, и на следующий год мы непременно вышлем специальные запросы в нашей компании. Потому что как делают наши спортивные автомобили, это интересно. Вот на парижском автосалоне мне довелось быть, и я там на стенде ВАЗа видел новый совершенно такой автомобиль. Пока пластмассовый. В фантастической форме и впечатляющего вида. Но вот интересно, когда он поедет, мы тоже бы с удовольствием на нем проехались. Ну, пока это пластмасса, к сожалению, да? Вот хотя автомобили Revolution без крышки, да, вот такие открытые автомобили, они как бы ездили даже. Окей, ладно, давайте перейдем к тюнингу, потому что это имеет тоже прямое отношение к истории, как бы, вопроса, да, со спорткарами. Значит, известная штука. Можно взять обычный Mercedes C-класса и путем сложной инженерии, хорошего вложения мозгов, денег, технологий, материалов, превратить его в, на мой взгляд, шедевральную машину под названием AMG 63 C, да? Вот можно сделать так. Можно выписать из Японии какие-то там, значит, хитрые приблуды, списаться с парнями из Германии, которые пришлют турбину, списаться с парнями из Англии, которые пришлют еще чего-нибудь. Какой-нибудь ускоритель. И соорудить тоже что-то такое, что будет, в общем, ну, быстро стартовать. Быстро стартовать. Будет дорожить кровь, да? Значит, и тот, другой вариант, они как бы присутствуют. Вот вы машины тюнингованные рассматриваете, если это, например, некий масс-продакшн, то есть есть независимая компания, которая тюнингует автомобили и продает их на рынке. Скажем, Ирмшель. Вот есть у Opel официальный ОПЦ, а есть у Opel Ирмшель. Замечательная компания, ведь компания с глубочайшей историей, но это не официальный тюнингист. И это не те парни, которые в гараже сидят. Это серьезные люди с серьезным инжинирингом. Мы рады были и взять какой-нибудь Брабус, и Ирмшель, и Апт. Да, что ли, Горензер какой-нибудь. С удовольствием. Но, к сожалению, они не имеют автомобили, которые существуют для журналистов. Они их не дают нам, что называется, в руки. И, ну, некоторые по той причине, что они, в принципе, не ведут активные деятельности у нас в России. Другие, может быть, как-то, так сказать, побаиваются или не имеют таких финансовых возможностей. Но просто этих автомобилей нет живых. Если бы они были, мы непременно бы на них ездили. А если речь о каком-то, извиняюсь, дворовом тюнинге, да, вот, помощью парней... Нет, это мы оставляем, естественно, потому что это... Ну, я просто скажу, что это мы не рассматриваем. Потому что есть умельцы, есть умельцы, действительно, и в хорошем смысле, которые улучшают автомобили, которые становятся очень быстрыми и спортивными. Но мы такие варианты не рассматриваем, потому что наши автомобили должны быть доступны всем. То есть практически любой человек может его купить. И в этом смысл. Так, прежде чем мы уже перейдем потихоньку к подведению итогов и поймем, что понравилось больше всего компетентному жюри, и что жюри рекомендует, и почему рекомендует, так сказать, достопочтенной публике, какие тенденции все-таки выявил конкурс? Если мы говорим о тех тенденциях, которые можно просматривать за последние 4 года существования конкурса. Вот мы начали с того, что эволюционирует спортивный автомобиль. И, к сожалению, некой части публики, которые помнят эти стародавние времена, такие спортивные автомобили, так сказать, табуретки какой-нибудь старый. Я очень люблю это делать. Там какой-нибудь старый Subaru Impreza, который там, как говорится... Не, я больше катархам. Это моё, больше катархам. При езде по ней даже по ровному асфальту вываливаются пломбы. Вот таких автомобилей становится меньше, и, может быть, даже их практически уже и нет. Потому что, наблюдая эволюцию той же эволюции, я имею в виду Mitsubishi Lancer, эволюцию Subaru и даже эволюцию автомобиля M3, мы можем констатировать следующее. Они все становятся более комфортными. Они все становятся более щадящими к человеку, как к водителю. Они становятся более дружелюбными. И вот это главная тенденция. Главная тенденция... Саша, извини, просто сразу, просто поскольку Subaru... Вы сказали, что Subaru сдулась. Почему вы так считаете, Сергей Тюмень? Мы так считаем, потому что, мы говорим, сдулась применима именно к экстремальному спорту. Мы говорим, да. Да, в Subaru стало меньше экстремальности. Поэтому мы говорим, что она сдулась. Ставят, сдулась в кавычки, да. Ну, и мы еще говорим, на самом деле, в первую очередь, о чемпионате мира по ралли. Да, по ралли, да. Я говорю именно об этом, да. Потому что, если вы спросите, как я отношусь к тому, что, скажем, Subaru изменил свой имидж и свой внешний вид радикально, да, и которые многие прежние приверженцы этой марки, субаристы, они не принимали, то лично я к этому совершенно нормально отношусь и считаю это правильным. Потому что компании должны выживать, развиваться и реагировать на то, что происходит на рынке. А жизнь заставляет это делать. Машина не стала хуже, она не стала, как бы, хуже ехать в принципе. Это не стал автомобиль плохим ни в коем случае. Но и Lancer тоже, в первую очередь, да, он стал более дружелюбным, более комфортным. Там появились всякие устройства, чуть ли не там, бустер и всякие... Ну, все, что есть у нормального автомобиля, на котором вы можете ездить пять дней в неделю, не испытывая тех неудобств, которые там 40 лет назад... Да-да-да-да-да. О чем мы говорили, да? Да, в начале. Вы не испытываете пять дней неудобств, а два дня вы все-таки можете на ней реально зажечь и получить удовольствие от управления действительно спортивным автомобилем. Может быть, в каких-то моментах, в каких-то тонкостях он не будет таким острым, ярким, зажигательным, адреналиновым, как вот это было раньше. Но при этом в целом, да, это будет более приемлемый для жизни автомобиль. Саша, а нет ощущения, что... Вот у меня почему-то все время возникает другой термин – толерантность, да, что вот современный спортивный автомобиль стал очень толерантен к водителю. Иногда даже, вот мне кажется, чересчур. Смотри, раньше спортивный автомобиль люди покупали, пытаясь дорасти до этого состояния. Вот они доросли, да, и вот я теперь могу сесть и совладать с этой мощью. И человек, который смотрел со стороны на такого водителя, думал, парень не промах. Если парень едет на Ламборгини, Контач, это серьезный парень, потому что в Ламборгини-Контач убиться можно было в 5 минут. Да, такие автомобили... И не отделиться от машины, хранили бы вместе, да. Поэтому сейчас, а сейчас, да, человек садится в Феррари, 430 Кудырия, и что происходит? Он работает газом, как рубильником. Включил, выключил. Все остальное машина делает сама. Со Скудырия я прошу вот осторожнее. Потому что у нас тоже был тест Скудырии. На следующий день после нашего большого теста приехала Скудырии. И вот мы там на ней немножко поездили, пообщались с хозяином этого автомобиля, который сказал, что при легком дождичке на третьем кольце только мастерство человека, который является призером чемпионата страны по ралли, да, он смог как бы остаться, грубо говоря, на траектории. Это не все так просто. Нет, я не говорю, что просто, я, например, утрирую, но такое количество электроники, которое сейчас напихано в этих автомобилях... Что делать? Все диктует рынок на самом деле, да. Диктует рынок, диктует... Рынок нас всех приучает делать друг другу хорошо и приятно. Когда мы кого-то напрягаем чем-то, да, это не приветствуется. Это не продаж. Все направлено на то, чтобы... Это не политкорректно. Понимаешь, вот у меня почему-то все время политкорректность в голову в этой ситуации. Все должно быть политкорректно. И даже автомобиль должен быть политкорректным. Ну, каждый человек, в первую очередь, да, стремится к комфорту. Мало людей, которые стремятся получить какой-то адреналин на грани риска жизни. Это всего лишь небольшая часть людей, которые, ну, без такого риска просто жить не может. Они привыкли иметь что-то в крови. Но на этой маленькой аудитории, да, бизнеса сейчас не построишь. Вот в чем дело. И все. Просто число людей, готовых за это платить, их гораздо меньше. Вот и все. Потому что мы видим, как большие компании, которые производят в больших промышленных количествах автомобилей, становятся на грани банкротства, продаются, их никто не покупает. А что уже говорить о маленьких компаниях? Где-то замечательный наш ТВР, который когда-то купил наш, так сказать, со-гражданин по фамилии Смоленский. Я слышал последнюю информацию, которую я знаю, может, я отставил от жизни, что производство хотели переносить то ли в Словению, то ли в Венгрию, то ли в Чехию. Они перепродали все это. И в результате просто тоже марки не видно и не слышно. И сколько огромное количество в Англии компаний небольших, которые делали спортивные автомобили, они тоже закрылись и перестали. в Англии, где культ спортивного автомобиля, где автомобильные гонки – это спорт практически номер один после футбола. С этим не поспоришь. Перед тем, как подвести итоги, ответим на несколько вопросов, которые к нам пришли по теме. «Ягуар» или «Мазерати» все-таки к чему дать предпочтение? Сложный вопрос. Если говорить о «Ягуаре» XF, то это потрясающий автомобиль. Я повторяю, это «Ягуар» 21 века. И в своем классе, включая всех немцев, Audi, BMW, Mercedes, я считаю, это лучший автомобиль на сегодняшний день. «Мазерати», если честно, играет немножко в другой весовой категории, в другой лиге. Он как минимум в полтора раза дороже. И этот автомобиль, он, будем говорить таким простым языком, более эксклюзивный. Совершенно невероятный дизайн, который Пиннинфорина сделал. Такое пристальное внимание к деталям. То, что сделано внутри, как это все сшито, это просто не сравнить с тем, как делались итальянские автомобили 10 лет назад, где строчки шли в кривь и в ночь, где там не закрывались окна. Ну да, 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 да. Где обидночка была, такое ощущение, что со свежеванных китайских кроссовок. Сейчас это совершенно потрясающе. Это немецкое качество сборки абсолютно. Да, это я могу подтвердить. Ну, а теперь добавлю, что если рассматривать, например, «Ягуар» и «Мазерати», в принципе, ну, например, взять «Мазерати Куатропорте» и, например, «Ягуар» XJ. И к «Жиар», да, вот опять же, да, заряженный, то все зависит от того, как вы себя чувствуете. Если вы привыкли к ярким одеждам, если вы привыкли к громкой жизни, громкой музыке, вот к каким-то очень таким ярким эмоциям, к, я не знаю, ко всему тому, что кричит, да, к всему тому, что провоцирует, зовет, наверное, это все-таки «Мазерати». А если вы очень сдержаны, скромны, и эта скромность, она достигает уже каких-то безумных аристократических высот, то здесь, конечно, наверное, это «Ягуар» XJ, который как раз подчеркнет вот этот вот, ну, вот безупречный такой вот очень выдержанный стиль, да. В целом, что касается… Ну, как английский костюм отключается от итальянского. Итальянского, да, абсолютно. То есть это вопрос вкуса, и здесь по динамике, по ходовым качествам автомобили, и тот, и другой автомобиль может доставить массу удовольствия. Весьма достойный. Да, весьма достойный, поэтому здесь только… Это вопрос вкуса уже абсолютно. Тем более, что, я не знаю, если брать большие, опять же, «Мазерати», «Катропорт» или «Икджей», наверное, даже не всегда за рулем самому-то ездить в этих машинах. Эта машина, в общем, рассчитана и на наемного шофера тоже, да, иногда он может сесть за руль. И еще один вопрос, два вопроса, да, что можно сказать о предыдущем «Мазерати»? «Мазерати» зацепило людей. Видишь, «Мазерати» «Грандспорт» «Камбиокорса». Я владею таким автомобилем, хотел бы услышать ваше мнение. Значит, ты ездил на «Грандспорт» из «Камбиокорса»? Я ездил на «Грандспорт» из «Камбиокорса». И пока я не поездил на автомобиле «Грандтуризма», я думал, что «Грандспорт» – это лучшее, что есть, да, потому что я влюбился в этот автомобиль с самого начала, он потрясающе сбалансирован. Он очень такой… Это хорошая штука, хорошее противопоставление «Порше» 911-му, потому что они производят впечатление одинаково очень сбитой машины, очень такой, очень правильной. И, с другой стороны, «Порше» очень немецкий, такой, очень точный. А этот, вот он такой немножко странный, у него руль смещен чуть-чуть, такая прошивочка вот такая, да, не уж криво. То есть это такой хендмейт, вот такой настоящий хендмейт, но очень классный, очень такой вот во всех отношениях трогательный и очень завущий. И я ездил два дня по Италии на этой машине, когда вылезал еще на денек хотя бы, да. Что касается коробки «Комбиокорса», мне она тогда очень понравилась в ручном режиме и категорически не понравилась в автомате. И новая эволюция этой коробки, которая сейчас стоит на «Гранспорте», на «Грантуризму» «С» – то же самое. Коробка стала еще более быстрой в переключениях в ручном режиме и осталась в такой же тупой в автоматическом режиме, ездить на нем просто невозможно, а прям носом клеет. Вот это вот, да. И, Саш, твое мнение про «Мазда-3 МПС». Ответь зрителю, пожалуйста. «Мазда-3 МПС» – отличный автомобиль. Этот автомобиль на конкурсе «Спортивный автомобиль года 2007» в своей категории до единички он занял первое место. Это вот если коротко. Так, ну и что, давай теперь подводить итоги конкурса. Давайте. Значит, что у нас в первой категории? В первой категории. Напомню, это до одного миллиона рублей. Речь шла о машинах до одного миллиона рублей. В первой категории как раз из-за того, что все любят все-таки немножко с перчинкой, все любят немножко вот остро, чтобы это немножко шевелило твою нервную систему и взбалтывало ее как-то, да? Вот по этим причинам победил Opel Corsa OPC. Так. Совершенно достойнейший автомобиль Renault Cleo Sport. С ним соревновался, да. Который был, можно, одним из главных кандидатов, да. Он все-таки не победил, но при этом остается тоже замечательным автомобилем, отличным в рулежке, совершенно предсказуемым, понятным и очень удобным для тех людей, которые, например, совершенствуются в кольцевой езде. И вот парень, который говорил о нем вот эти слова, о том, что хорошо бы на нем учиться, он попал в самую точку. Это как раз автомобиль, на котором действительно очень хорошо повышать свое водительское мастерство и оттачивать водительские навыки. Но Opel более и внешне, и по самой езде, вот это соответствие внешности и сущности, да, он вот всех поразил, и он был тут практически единогласно, был победителем. А вот то, что это Opel, вот как ты вообще думаешь, эволюция сейчас бренда Opel, произошел наконец-то перелом в сознании людей, что Opel – это классно, да? Согласна. Года два назад с президентом компании Opel я делал интервью. И ничего не нашел лучшего, как его спросить, а знаете ли вы поговорку о том, что любой автомобиль когда-нибудь становится Opel'ем? А господин Фостер – это такой гигант двухметровый, который под парусом ходит, у него глаза налились чем-то, он смотрит на этого русского нахального журналиста. Я думал, он сейчас встанет и просто меня сомнет. Но при этом я сказал, что сейчас, с моей точки зрения, как раз наступил перелом, и автомобили Opel'е стали совсем другими. Потому что когда-то, два года назад, в нас в конкурсе победил Opel Astra. Astra OPC, да. Потому что это тоже был совершенно замечательный, зажигательный автомобиль с отличным дизайном. У меня только беден быстро закончился. Ну что делать, да. Скорость чего-то требует. Одно меняется на другое. Поэтому Opel, это так удивительно, но на самом деле эволюция марки такова за последние несколько лет, что вот эти представления, мы говорим о том, что жизнь меняется. Что вот Subaru другой, эволюция другая, и Opel совсем другой. Понятно. Ну что ж, я думаю, что твое мнение, мнение экспертов журнала и мнение журналистов разделяют и те, кто сейчас голосует за Opel, потому что Opel хорошо очень продается. Действительно. И все чаще и чаще можно видеть на улицах машину уже шильдикового ОПЦ даже. То есть люди стали понимать, что Opel можно... Нет, гражданские машины. Да, гражданские машины очень пользуются большой популярностью. И большие подвижки в дизайне, и в таких простых вещах, как обслуживание, и стоимость запчастей, и стоимость всего-всего, что связано с владением автомобиля. Opel в этом смысле широкая дилерская сеть. Opel делает большие успехи, по крайней мере, в России точно. Ну и статистика угонов тоже, как бы минимальна, да? Что тоже, в общем... Ну она не является какой-то сейчас культовой, Машиной, да, такой вот? Как там некоторые... Но, тем не менее, тем не менее, очень популярный. Окей. Значит, с Opel'ем все понятно. Дальше. Infiniti G37. Это в категории от 1 до 2 миллионов рублей. Категория престиж. Вот этот выбор, честно говоря, мне не очень понятен. Вот объясни, пожалуйста. Я, да, мы, вот, у нас была вот эта супер-дуэль, которая захватит, я думаю, умы многих любителей спортивной езды. Это новая стяйка и десятая эволюция. Мы думали, что тут будет дроба, потому что у нас старая стяйка была в победителях. Но, на самом деле, это произошло то, о чем мы уже говорили. Машины стали более лояльными. Машины стали более комфортными и утратили вот ту самую остроту и адреналиновость, которую гонщики любят особенно, да? Которые, может быть, не все оценят и не все с ней справятся, да? Но гонщики это любят. И они как-то немножко свои оценки, видимо, приспустили. А при этом Infiniti, как, вообще-то, пришелец из премиум-сегмента. Абсолютно. Вот я поэтому... Это пришелец из премиум-сегмента. И вообще из другого мира. Вот есть спорт, а есть фитнес. Вот Infiniti – это фитнес. Но вы понимаете, Андрей? Я просто понимаю, кто покупает Infiniti. Это человек, который ходит в рубашке, в галстуке, в пиджаке. И вот он потом, он там пьет Coca-Cola, он ест какие-то гамбургеры, потому что это Америка, да? И независимо почему от своего статуса, они все почему-то едят гамбургеры, пьют Coca-Cola. Хотя человек может питаться нормально, да? Разопад позволяет. Но потом он идет сгонять все эти жиры в этот самый, да? Но я бы не сделал вот здесь вот такую связку. На самом деле у компании, которая производит Infiniti, они еще есть автомобили, которые называются Nissan. У них есть, например, такой потрясающий автомобиль 350Z. Да, совершенно сумасшедший автомобиль. А после рестайлинга стал еще лучше, еще сжигательнее. При этом Infiniti, да, это все-таки птенец этого же гнезда. Что касается спортивности, что касается подходов и что касается общего стайлинга. Совершенно потрясающий стиль у Infiniti. Вот это то, что сейчас тоже ценится, да, потому что спортивный автомобиль. И владельцы тоже, которые любят саму езду, они все-таки любят свой автомобиль глазами. Согласитесь? Ну, я соглашаюсь. Я пытаюсь понять, какой стиль у Infiniti. У Infiniti совершенно... Может быть, стиль у евроремонта? Я бы тут вот поспорил, поспорил, потому что стиль – это дело вкуса. У Infiniti совершенно ярко выраженный свой стиль, как мне кажется. И поэтому эта марка, которая ворвалась на наш рынок не так давно и соперничает, и пытается соперничать, конечно же, с грандами типа, с немецкими бонзами, Audi, Mercedes и BMW. И, соответственно, еще есть у нас марка Lexus, которая этим же занимается. Да. Не дай бог, еще Acura появится. Ну вот, но вот Lexus, он не составил конкуренции этим машинам, а Infiniti составил. И если бы, конечно, Infiniti попала в третью группу, то там, наверное, она была бы варьергарде. А здесь, здесь его качество за эти деньги таковы, что, ребята, берите. Согласен. Тут вот с этим не поспоришь. Да. Вот столько качества, столько денег, безусловно. Да. Да. Безусловно. Вот. Саш, перейдемся. Звонок. Передем к самому интересному. Да. Звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я из Москвы. Очень приятно слушаем вас. Будьте любезны, вот не подскажете, на следующий год вы тоже планируете проводить такой же конкурс? Да. Безусловно. Не подскажете ли, какие вы машины планируете предоставить на следующий конкурс? Я повторю, что мы выбираем все новые автомобили, которые появляются на нашем рынке и которые могут предоставить нам производители, которые их сюда привозят. Вот все, что будет позиционироваться как спортивное, оно будет браться. Вот МК, например, третья доехала в этом году до нас, хотя она стартовала год назад, да? Мы ее взяли в этом году, а не в прошлом году, как бы не успев. Так и мы в полной зависимости от того, что появляется на нашем рынке. С одной стороны, это, конечно, плохо, что ты от чего-то зависим, но с другой стороны, мы же работаем для вас, для тех людей, которые могут это купить в реальных автосалонах. Поэтому вот ответ такой, все, что будет спортивного, все будет у нас в конкурсе. А про Focus ST что вы скажете? Ну, замечательный по-своему автомобиль, но он был у нас... Только будем ждать новой машины. Но он был у нас в прошлом. Да, сейчас будем ждать новой машины. Focus уже есть не ST, а RS. RS, да. Вот это, мне кажется, более интересная машина с точки зрения езды по кольцу. Да, хотя, в общем, сейчас Focus в ралли очень неплохо себя чувствует. Да. Но 300 сил, да, это многообещающая история. Да, и умение Ford делать такие небольшие, очень спортивные, толковые машины. Да, со времен еще эскорта, собственно говоря, так сказать, да, оставшегося в истории навсегда. Окей, переходим к самому главному, самому интересному. Кто же победил в категории премиум? Какая машина свыше 3 миллионов рублей больше всего понравилась жюри? Вот здесь была довольно острая конкуренция, потому что не было такого явного лидера, как, например, в прошлом году, когда у нас был автомобиль Audi R8, который был и сразу же ясно потенциальным победителем и реальным победителем тоже. Ну, потому что это совершенно фантастический автомобиль, абсолютно новый, с новым дизайном, и кроме того, что он мощный и интересный, он еще и среднемоторный. И, соответственно, его управляемость совершенно фантастическая и покорила так же, как и внешний вид всех всех членов жюри, и вообще все, кто его видит, все до сих пор радуются и удивляются, что такой автомобиль есть. В этом году не было такого явного лидера, и Audi представила нам автомобиль S5, который тоже невероятно красив, но вот на лидера и на победителя, конечно, немножко не тянул при всех своих замечательных свойствах и спортивных в том числе. Было у нас два автомобиля от Mercedes, от Atelier AMG. Это роскошный CLS, и это маленькая C-шечка, то есть C-63 AMG. Я вот это вот, да, и что у вас еще было? И при этом еще у нас был BMW M3. И вот тут самый интересный, вот AMG. А еще был естественный кандидат, абсолютный кандидат на лучший спортивный автомобиль всех времен и народов, это Porsche, который в данном случае выставил автомобиль 911 4S. Кто не знает, это автомобиль, он от 911 просто коррера отличается тем, что он полноприводный. Сразу хочется сгадать, сказать, это его изгубило. Потому что, безусловно, Porsche отличный автомобиль. Porsche великой компании, которая делает великие автомобили. и если бы, скажем, был выставлен там Turbo или там GT2, то я не уверен, какой был бы исход. Но 4S, полноприводный автомобиль, он немножко отличается по управляемости от простой Carrera 911. И как бы немножко это оценили все, оценили, конечно, в кавычках, все члены жюри. И мы даже знаем, что вот 4S, это такой автомобиль, ну, все-таки для женщин. Понимаете, Понимаете, Андрей? Не знаю, не понимаю. Вот это не понимаю. Приехав, включив телевизор, мы увидим, что наша великолепная Елена Дементьева играет теннисный турнир в Штутгарте, где призом служит Porsche 911.4S. И мы видим рекламу самой компании Porsche, в которой именно эту полноприводную версию рекламируют девушки. Ну, такое уж позиционирование. Замечает... Александр, минуты до конца эфира оглашайте, пожалуйста. Хорошо. Поэтому главная конкурентная борьба была, конечно же, между Мерседесом и М. И я могу сказать, что буквально считанные баллы вырвали на первое место BMW M3. Потому что Мерседес C практически идеальный автомобиль. Отличный автомобиль. Вот это я могу сказать точно. Если бы я был в жюри в этом году, наверное, вот этих баллов может быть чуть-чуть бы и... Да, да, да. Напрасно, напрасно. Андрей, ты пропустил. Но я не могу сказать, за кого я болел, потому что... Ну, понятно, да, естественно. Но М3 все-таки победил. Вот, понятно. На сайте, на нашем, кроме того, что у нас все запечатано, вы прочтете и увидите все баллы, которые выставлены члены жюри, поймете, что это не все, это не придумано, все это чистая правда, и победитель BMW M3. Понятно. Спасибо, Саша. На будущий год ждем с новым конкурсом и готов выступить партнерами, как и в прежние годы. Спасибо. С нами был Александр Кобянов, главный редактор журнала по автомобиле.